Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 сентября. Память преподобного Феофана, постника и исповедника. Родители Феофана были язычники, он же обратился ко Христу еще в детстве. Будучи еще младенцем, он увидал ребенка, умиравшего от холода. Сжалился над ним, снял с себя одежду и надел на него. Когда после того пришел он домой, родители спросили его, «Чадо, где твоя одежда?» Он отвечал, «Я надел ей Христа». Отец его спросил, «Кто это Христос?» «Мы почитаем Меркурия Аполлона». После чего отрок ушел от своих родителей. Ангел Господень взял его и возвел на гору Диавис, где поручил его одному постнику, который семьдесят пять лет проводил монашескую жизнь. Старец принял отрока и стал учить его иноческой жизни и священным книгам. Их обоих питал ангел. Через пять лет после того старец приставился. По его кончине отрок жил в пещере, проводя постническую жизнь пятьдесят восемь лет. Затем, получив повеление от ангела Божия, он вышел из пещеры и сев на льва, проехав шестьдесят поприщ, проповедуя веру Христову. Стари Кар, Карин и Номериан велели схватить его и бить. Преподобному нанесено было сто ударов по шее, после чего он претерпел еще многие мучения. Это приемственно старствующие императоры римские. Кар с 282 по 283, Номериан и Карин, сыновья Карра, вместе с 283 по 284 год. Когда мучители увидали, как много он творит чудес, и какое великое число людей приходит к нему и получает святое крещение, они устыдились своего бессилия и мирно отпустили его. Он возвратился в свою пещеру и прожил в ней еще семнадцать лет. В строгом посте приставился к Господу. Кончина последовала около трехсотого года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok